МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейскому подозреваемому в получении взятки в 100 тысяч долларов вынесли меру пресечения. И как ясно увидеть обман? Говорят и говорят, а вы все слушаете, 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 и потом уже в какой-то момент вы теряетесь. Почему люди несут лжея сновидящим последние деньги? Это и не только. Прямо сейчас. Решение пробежать по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора обернулось травмой для 57-летней женщины. Сегодня днем она попала под колеса «Шевроле» на пересечении улиц Ломжинска и проспекта Победы. Прибывшие на место медики осмотрели пенсионерку, но от госпитализации она отказалась. С места происшествия на ФИСА Минязова. Как произошло? На красный цвет переходил пешеход? Да. А вы не заметили? Как заметишь? Вот столько машин. Водитель автомобиля «Шевроле АВЭО» признается, на перекрестке он вместе с остальными ожидал зеленый сигнал светофора. Но едва начав движение, ему пришлось остановиться, а поскольку дорогу на запрещающий сигнал решила перебежать 57-летняя пенсионерка. Водитель не успел остановиться, а не позволило ни время, ни расстояние. Наезд на женщину произошел именно на этом пешеходном переходе. После столкновения автомобиль не смог сразу остановиться и вылетел на тротуар. Как отмечает сам водитель, жертв могло быть еще больше, если бы на нем находились тогда люди. Но по счастливой случайности пешеходов на тротуаре не оказалось. В результате удара пенсионерка получила травмы. Прибывшие на место медики диагностировали у нее легкие ушиб мягких тканей коленного сустава. От госпитализации пострадавшая отказалась, поскольку очень спешила домой. В данном ДТП усматриваются нарушения пешеходам, нарушения пункта 4.4, ответственность за который присмотрена часть суперстатии 12.29. В отношении данной гражданки составлено постановление штраф в размере 500 рублей. Пострадавшая свою вину признала полностью свой поступок, обосновав тем, что хотела успеть на трамвай. Поэтому и решила пробежать на красный сигнал светофора. Водителя же в данной ситуации признали невиновным. Требовать возмещать ущерб автомобилю у женщины он не собирается. Большинство повреждений – следы предыдущей аварии. Нафиса Менеазова, Адель Малахметов, вызов 112. Момент наезда Мерседеса на пешеходов в минувший четверг на перекрестке улиц Достоевского и Товарищеская попала в объективы камер наблюдения. На записях видно, что с улицы Товарищеская на перекресток выезжает автомобиль. Проехал светофор, он на мигающий зеленый, через секунду свет переключился на желтый. Иномарка не успела закончить маневр, как стоящие на Достоевского автомобиле начали движение. Автомобили они пропустили, но для едущего по крайней правой полосе водителя Мерседеса машина стала неожиданным сюрпризом. Он вывернул руль вправо и выехал на тротуар, сбив школьниц и снеся дорожный знак. Заложена бомба. Такое сообщение поступило на железнодорожный вокзал набережных Челнов. Звонок поступил в четвертом часу утра. Пассажиров почти не было. Сотрудники только тех, кто на смене. На место прибыли все оперативные службы. Всех эвакуировали, здание оцепили. Параллельно искали того, кто сообщил о взрывчатке. Айрат Назипов знает подробности. Ориентировочно где-то в 3-3.20 утра поступил звонок на телефон 112 о том, что вокзал заминирован. На это сообщение моментально отреагировали все необходимые службы. Территорию вокзала оцепили. Людей эвакуировали. Поскольку все произошло ранним утром, их было немного. Всего несколько сотрудников и постояльцев гостевой комнаты. Здание и округа проверили кинологи. Но подозрительных предметов они не нашли. При проведении обследования не было выявлено никаких посторонних предметов подозрительных или взрывчатых веществ. И ориентировочно где-то в 5 утра оцепление сняли и запустили всех уже на вокзал. Звонившего анонима задержали почти сразу. Им оказался 28-летний житель Елабужского района. В настоящее время лицо задержанное. Решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом. Об избрании меры прещения в виде заключения под стражу. Сейчас стражи порядка выясняют мотивы такого поступка. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если вина молодого человека будет доказана, ему угрозит лишение свободы сроком до 3 лет. Айрат Назипов, написа Минязова, Ильша Таюпов. Вызов 112. Запах гари не на шутку взволновал жильцов одного из домов по улице Шамиля Усманова. Этой ночью туда прибыли экстренные службы города. Впрочем, страшные опасения людей не подтвердились. Как выяснили пожарные, в одной из квартир, расположенной в пятиэтажке, сгорела еда. Проблему оперативно устранили. В результате инцидента никто не пострадал. Массовую драку в центре Казани прохожие сняли на мобильные телефоны и выложили в социальные сети. Все произошло на улице Пушкина. Очевидцы сообщают, что участниками побоища стали как минимум 7 человек. Что стало причиной конфликта, неизвестно. В полицию с заявлением о происшествии ни свидетели, ни потерпевшие не обращались. В советском суде Казани сегодня избирали меру пресечения экс-начальнику отдела уголовного розыска МВД Татарстана, 39-летнему Роману Пахомову. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в апреле этого года им была получена денежная сумма в размере 100 тысяч долларов США. Он обещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности одного из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. За свои услуги мужчина просил 7 миллионов рублей. Все остальное было предназначено для посредников, личности которых сейчас устанавливаются. Мужчину задержали с поличным при передаче ему 100 тысяч долларов. Свою вину он признал частично. Суд, изучив ходатайство и приобщенные к нему материалы, выслушав доводы сторон, принимая во внимание, что обвиняемый имеет постоянное место жительства, имеет наиждивение несушеннолетних детей, ранее не судим, имеет государственную награду, дал показания о причастности к совершению преступления, пришел к выводу о необоснованности ходатайства об избирании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу. Суд постановил оставить Романа Пахомова под домашним арестом до 5 июня. Однако прокуратура намерена обжаловать данное решение, считая, что эта мера слишком мягкая, и намерена добиваться заключения подозреваемого под стражу. Сегодня в Ахитовском районном суде прошло второе заседание уголовного дела, возбужденного в отношении Алмаза Нуриева. Напомним, его обвиняют в совершении насильственных действий двух несовершеннолетних девочек и изнасиловании женщины. Все произошло 4 ноября минувшего года в одной из гостиниц города. На заседание должны были опросить свидетели, но они на него не явились. Поэтому сегодня огласили их показания, и с одним из них подсудимый не согласился. Судебное заседание отложили на 23 апреля этого года для допроса данного свидетеля. Колдуны, маги и целители, способные на любое чудо. Порой то, с какой легкостью люди отдают им большие и часто последние деньги, иначе как сверхъестественным не назовешь, говорят полицейские, расследующие потом дела о мошенничествах. И только после того, как люди понимают, что их обманули, начинают ясно отличать реальность от мошенничества. Но магов и чародеев к тому времени найти бывает очень трудно. Станислав Яковлев о надежде, обмане и способе его избежать. Мне очень было плохо. Ночью я даже не спала. Я часов в 5 утра начала искать газету, чтобы обратиться за помощью какой-нибудь гадалки. 58-летняя Челнинка в помощь иных сил, кроме как высших, уже не верила. Посредника нашла быстро. Описав суть проблемы, услышала вердикт. Помочь можно, но не бесплатно. Перечислила сначала 7 тысяч рублей и стала ждать результата. Избавление от несчастья было дистанционным. Ни высших сил, ни женщину-посредника пенсионерка не видела. Естественно, они не требуют, да, вот эти денежные средства. Они очень аккуратно вас к этому подводят. То, что вот такие-то услуги могут стоить столько-то рублей. Излечение там, вот на лекарства необходимо столько-то рублей. Мы вам эти лекарства пришлем. Пока дистанционно попробуем позаниматься. Излечить ясновидящие берутся все, что угодно и что не под силу современной медицине. Для тех, кто, несмотря ни на что, все еще сомневается, у лжецелителей припущены и наглядные пособия. Вроде чернеющего яйца и подошедших в нужный момент якобы благодарных исцеленных. Говорят и говорят, и говорят, а вы все слушаете, 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 и потом уже в какой-то момент вы теряетесь. И уже готовы отблагодарить тем, что у вас есть, скажем так, золотые изделия, деньги. Вот это отдают и потом только понимают, что их обманули. В случае с челнинской пенсионеркой гадалка на 7 тысячах рублей не остановилась, потребовала еще. Она стала на меня психологически давить, положи на карту 33 тысячи. Вот, тебе жалко, да? Тебе жалко вот так вот давить она мне на психику. Женщина хоть и сомневалась, но все равно перечислила ей эти деньги. Потом, подумав и сравнив свое состояние до улечения за 40 тысяч рублей, и после, и не ощутив изменений, обратилась в полицию. Посредник между мирами к тому времени уже перестала брать трубку. Перед стражами порядка теперь стоит непростая задача найти лжецелительницу и доказать, что с высшими силами она не связывалась и искренне помочь пенсионерке не хотела. Пострадавшая же челнинка после курса такого лечения теперь ясно видит обман. Станислав Яковлев, Айрат Назипов, Амир Залюшев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альфира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.